Ночной удар по Харькову. Повреждены жилые дома и торговые центры. Заложники армии России. Контрактники будут служить и после СВО. Массовые рейды по домам цыган в Челябинской области. Майя-Санду 2-0. Итоги выборов в Молдове. И последствия масштабного наводнения в Испании. Десятки пропавших без вести короля забросали грязью. Об этих и других событиях дня сегодня понедельник, 4 ноября. Я, Мелани Бачина, расскажу теперь более подробно. Всем здравствуйте. Российские войска нанесли сегодня ночью удар по Харькову. Как минимум 15 человек ранены. Сразу несколько взрывов прозвучали в жилых районах города. Повреждены многоэтажки и торговые объекты. Это момент взрыва в Шевченковском районе Харькова. Одна из авиабомб упала рядом с супермаркетом. От взрывной волны выбило окна. В соседних многоэтажках повреждены фасады. Все пострадавшие госпитализированы. Жителям поврежденных домов оказывают в том числе психологическую помощь. Люди ночью бежали в бомбоубежище или ближайшие станции метро. Дети были напуганы. Вот написали, что может быть повторная угроза по городу. И по тому же месту, как мы знаем, что часто попадают повторно. Поэтому сказали всем бежать в укрытие. И мы побежали с подъезда В доме у этой семьи вылетели окна от взрывной волны. В подъезде не осталось дверей. В результате сегодняшних обстрелов, по данным местных властей, повреждены многоэтажные жилые дома, спортивная арена и здание супермаркета. Также из-за ударов произошли серьезные повреждения сетей, сказал мэр Харькова Игорь Терехов. Минобороны России отрицают, что обстреливает гражданскую инфраструктуру. Кроме Харькова, российские военные атаковали сегодня Киев, но все дроны удалось сбить, заявили в ВСУ. Всего за последнюю неделю Россия выпустила по Украине 900 авиабомб, почти 500 беспилотников типа «Шахет» и еще 30 ракет. Такие цифры назвал президент Владимир Зеленский. Он опубликовал кадры последствий российских обстрелов и сказал, что все эти удары были бы невозможны, если санкции были бы действенными и в Россию не поступали бы западные компоненты для производства оружия. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры – множество различных деталей, без которых этот террор просто был бы невозможен. Все это поставляется в Россию из-за рубежа. И, к сожалению, от компаний из Китая, Европы, Америки – это множество микровкладов в постоянный российский террор. Это вновь и вновь возвращает мир к необходимости работать намного усерднее, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов, чтобы не позволять России обходить санкции, которые уже давно были введены против нее за эту войну. Один человек погиб, четверо получили ранения. В результате обстрела в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. За сутки, по его данным, в регионе повреждены 17 частных домов и 23 автомобиля. Приграничные Курской и Белгородской области подвергаются обстрелам регулярно. Так после атаки дронов выглядит «Слобода Белая» в Курской области. Три человека получили ранения, сообщил губернатор Алексей Смирнов. Повреждены пять автомобилей и витрины магазинов. Все контракты с Минобороны превращаются в бессрочные. Издание «Медуза» опубликовало большую статью о том, как устроена система вербовки на войну в Украину. Российские власти постоянно повышают выплаты контрактникам. В некоторых регионах они составляют несколько миллионов рублей. Но дело в том, что назад пути нет. Заманивают на войну самыми разными способами и обещаниями. Но, как отмечают правозащитники, большинство из тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны, не понимает, что этот контракт бессрочный. По словам правозащитников, контрактники, как и россияне, попавшие под мобилизацию в 2022 году, фактически оказываются в положении крепостных. Отказаться от участия в войне и не попасть при этом в тюрьму они не могут, даже если хотят. То есть уволиться теперь можно в случае, если у тебя нет двух рук, двух ног или головы, пишет «Медуза». Закон оставил российским контрактникам только три легальных основания для увольнения. Если они тяжело ранены и признаны негодными к службе, достигли предельного возраста или лишены свободы за уголовное преступление. Еще остается побег, но это опасный способ. За неудачные попытки военных наказывают, избивают или отправляют на штурмы. То, что контрактники станут, по сути, заложниками армии, подтвердил ЗВН Кор Александр Сладков. Более того, по его словам, уволиться контрактники не смогут даже после окончания СВО. Иначе, цитирую, вся армия разбежится. Что будет с ребятами после окончания СВО? Домой-то не отпустят? Знаете, вопрос был, а кто служить-то будет? Я не знаю. Очень многие мужики собираются увольняться, профессиональные, военные. Наелись окопов, наелись, и после этого их загонять на полигон, что правильно. А что им делать еще? Нам надо растить новую армию. Армию нового типа. Ну, естественно, стержень царский, советский, российский, он, естественно, должен остаться. Рациональное зерно по классической философии Гегеля, что ли, да, там нельзя уничтожить. Вот, немецкая классическая философия. И теперь о событиях на фронте. Украинская армия сейчас сдерживает одно из самых мощных наступлений России с начала войны, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя ситуацию у Курахова Донецкой области. Российские войска подошли совсем близко. За последние сутки они продвинулись в районе Максимовки, Ясной Поляны, Богоявленки и Кременной Балки, следует из карты украинского проекта «Дип-стейт». Это все населенные пункты недалеко от Курахова Донецкой области. Российские источники сообщают, что ВСУ продолжают отводить подразделения из города, но сделать это с каждым днем становится все сложнее. В Максимовке, это село примерно в 20 километрах от Курахова, российские военные снимают видео с выдружением флага России, сообщая о захвате населенного пункта. На северном фланге, в районе Новоселидовки, пророссийские военные блогеры, в частности Борис Рожин, сообщают об ожесточенных контратаках ВСУ. Кроме того, российские войска, согласно данным «Дип-стейт», находятся примерно в 12 километрах от трассы Н-15 Запорожье-Донецк. Ее захват перекроет основной логистический путь в Курахово и может окончательно вынудить ВСУ отойти. Ситуацию на этом направлении в эфире настоящего времени прокомментировал российский военный аналитик Ян Матвеев. Пока, наверное, об окружении говорить рано, но они наступают и на северном, и на южном фланге. Там пока северный фланг, он отделен рекой и водохранилищами, поэтому напрямую оттуда атаковать Курахово не получится, но действительно надавить, расположить свои позиции российские военные могут, и это будет осложнять позиции города, обороняющихся. С юга пока достаточно далеко еще находятся российские колонны, но там самое активное их продвижение, в том числе на этой неделе, поэтому есть риск, что они могут прорваться к Курахово непосредственно уже и с юга. Но основные атаки все равно российская армия пытается, именно если брать Курахово, пытается совершать просто в лоб напрямую и ворваться в восточную часть города. Уже несколько таких попыток было, и пока их все отбивают, ну потому что они слишком предсказуемые, наверное, слишком простые для украинской обороны. И если бы не было угроз с флангов, и никакой серьезной угрозы захвата Курахово бы не было. Но ситуация в целом на Кураховском вот этом участке фронта, южной части Донецкого фронта, она остается, по сути, критической для ВСУ. В Украине хватит солдат еще на 6-12 месяцев войны, а Россия может столкнуться с нехваткой войск в следующем году. Так считают в Пентагоне, об этом пишет американская газета New York Times. По данным издания, некоторые спецслужбы США и военные чиновники пессимистично оценивают способность Украины остановить российское наступление. Но высоко оценивают тот факт, что ВСУ до сих пор не позволили российским военным захватить Покровск Донецкой области. Это еще один важный логистический центр украинской армии на территории Донбасса. Ну а кроме Курахова, российская армия продвигается и в городе Часов-Яры, стремится выйти на трассу, ведущую в Константиновку. Здесь постоянно идут бои, а оставшиеся люди живут под звуки выстрелов и прячутся от обстрелов. Это, например, поселок Алексеево-Дружковка. Он находится на подъезде к Константиновке. В дом местных жителей прилетел снаряд, как раз когда мимо проезжала съемочная группа нашего телеканала «Настоящее время». Окна все повыпадали, но, слава богу, жива. Была на работе, это прибежала, двери выбила, все, нет, ни стекол. Мы только остеклили немного. Вот привезла стекла, думала, на выходных буду стеклить. И остальные повыпадали. Все, нет. Не знаю, как я буду жить. Горе, горе страшное. Чем оно закончится? Чем оно закончится? В результате атаки пять человек получили ранения. Среди них двое детей. Полуторагодовалый мальчик и девочка 16 лет. Их госпитализировали. В Алексеево-Дружковке людей почти не осталось. В самой Константиновке более оживленно. Работает стихийный рынок, где торгуют местные жители и даже кафе. Коммунальщики убирают листья и не теряют оптимизма. Город живет своей жизнью. Город убирается. Город не унывает, скажем так. Фронт рядом. Но это ничего не меняет. Многие жители здесь, многие выехали. Многие жалуются на комендантский час. У всех свои проблемы. Местные власти объявили обязательную эвакуацию еще в конце лета. В городе много разрушенных зданий. Особенно со стороны Часово-Яра, где идут ожесточенные бои. В сводках регулярно сообщается о погибших и раненых. Российская армия, согласно картам Дипстейт, уже находится примерно в 7-8 километрах от Константиновки, захватив с начала августа более 1100 квадратных километров на территории Донбасса. Россия требовала сократить украинскую армию до 50 тысяч человек и признать независимость так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Это первые условия по мирному договору, которые Москва выдвинула Киеву на переговорах в Беларуси вскоре после начала полномасштабного вторжения. Наши коллеги из расследовательского проекта «Система» получили доступ к неопубликованному ранее документу. На самых первых переговорах российская делегация, по сути, предлагала Киеву полную капитуляцию. Документ предоставил нашим коллегам украинский источник. Его подлинность подтвердил источник в России. Из текста следует, что кроме сокращения армии и признания республик, Кремль требовал отменить все санкции против России, вновь легализовать в Украине советские коммунистические символы и признать русский язык государственным. По сути, этим документам Россия предлагала Украине только режим прекращения огня и мероприятия по прекращению боевых действий. Ни о каком отводе российских войск с территории Украины речи не шло. Россия брала на себя обязательство исключительно не расширять уже контролируемую на тот момент территорию. Подробнее расскажет соавтор расследования Елизавета Сурначева. Там интересен, во-первых, сам принцип построения этого документа, потому что он весь написан, исходя как будто бы это Украина страна-агрессор, как будто бы это Украина начала войну, ее победили уже на поле боя, что на момент начала марта, 7 марта 2022 года было еще не так. И вот ей предлагают великодушно условия капитуляции, что вот, мол, значит, что будет. И весь он был написан исходя из такой позиции, что смотрелось дико и сейчас смотрится, на самом деле, еще более дивно. И, во-вторых, были, да, отдельно интересные пункты, на которые сразу зацепился глаз, когда я только увидела этот документ, еще не вчитывалась, его не анализировала. Это, во-первых, ну, там много, что Украине просто безоговорочно предлагалось отказаться от ряда своих территорий. Это Донецкая Луганская область, Крым, Севастополь. Тогда еще не шла речь о других областях. Это, потому что ситуация на поле боли была другая. Более того, это надо было не просто отказаться там от Луганска и Донецкой области, но и заплатить за разрушенную инфраструктуру и за развязанную войну платить должна Украина. К переговорам в Стамбуле, которые состоялись в апреле 2022 года, требования стали значительно мягче. Вероятно, это произошло после того, как стало ясно, быстрой победой российская армия не добьется. Но соглашения стороны так и не достигли. Летом 2024 года президент России Владимир Путин вновь повторил, что для начала любых переговоров Украина должна отказаться от оккупированных территорий. Владимир Зеленский, президент Украины, настаивает, что страна не пойдет на такие условия. И к другим темам. Полиция в Коркино составила 144 протокола на иностранных граждан. Всю неделю в Челябинской области проходили рейды на мигрантов и цыган. Так власти отреагировали на беспорядки после убийства таксистки. Вооруженные сотрудники спецназа ФСБ буквально врывались в дома цыганских общин, в том числе на глазах у маленьких детей. В телеграм-канале «Наш Челябинск» написали, что в этом доме проживали около 50 человек. Сотрудники ФСБ проверяли у них документы и выясняли обстоятельства пребывания в регионе. О задержанных не сообщается. В Троицке и Челябинской области после рейда в отделение полиции отвезли около 20 цыган. Среди них были дети. После профилактических бесед всех отпустили, сообщает издание «Семь на семь». Напомню, беспорядки в Коркино начались в ночь на пятницу. Местные жители пришли к дому, где предположительно проживал подозреваемый в убийстве таксистки Елены Сарафановой. Собравшиеся подожгли несколько машин и домов, жалуясь при этом на бездействие полиции. В результате около 40 человек задержали, а позже в регионе начались полицейские рейды на цыганские общины. Глава цыганской диаспоры в Екатеринбурге Ян Сокол обвинил жителей в агрессивной реакции и цыганофобии. Мэр Коркино Наталья Лощинина на прошлой неделе объявила о своей отставке. Сторонница евроинтеграции Майя Сандо переизбрана на второй срок президента Молдовы. Таковы результаты второго тура голосования в стране. На сайте избирательной комиссии указано, что обработано 100% бюллетеней. Согласно им, за Санду проголосовали более 55% избирателей. Ее соперник, бывший генеральный прокурор Александр Стояногла, набрал менее 45% голосов. Санду выиграла за счет голосов граждан Молдовы, живущих за рубежом, или, как говорят, диаспоры. Из данных избирательной комиссии следует, что большинство избирателей, голосовавших на территории самой Молдовы, проголосовали за Стояногла. Без учета данных зарубежных участков, у Стояногла 51% голосов, у Санду 48%. Добавлю также, что первые данные ЦИК, опубликованные вскоре после закрытия избирательных участков, показывали небольшое лидерство Стояногла. Разрыв между кандидатами составлял почти 4% и уже потом начал сокращаться. После обработки 94% бюллетеней начала лидировать Санду. По мере обработки результатов голосования в других странах ее отрыв от Стояноглу становился все более заметным. «Молдова, ты победила! Сегодня, дорогие молдаване, вы преподнесли урок демократии. Он достоин того, чтобы попасть в учебники истории. Сегодня вы спасли Молдову. В нашем выборе достойного будущего никто не проиграл. Диаспора, вы потрясающие! Молдаване за границей еще раз показали, что Молдова бьется в их сердцах столь же сильно, как и в наших домах». Майя Санду выступает за прозападное движение страны и вступление в Евросоюз. Александр Стояногла пользуется поддержкой оппозиционной пророссийской партии социалистов. Вчера в день голосования Кишинев вновь обвинил Москву во вмешательстве в выборы. Советник действующего президента Молдовы по национальной безопасности Станислав Секриеру указал на потенциальную попытку исказить результаты. В частности, власти расследуют авиаперевозку Молдаван из России на избирательные участки в Беларуси, Азербайджане и Турции. Кремль обвинения во вмешательстве неоднократно отвергал. Сотни людей встали вчера в очереди, чтобы проголосовать у посольства Молдовы в Москве. В приводимых агентством Рейтер-комментариях с участков в Москве звучали мнения, что у Молдовы нет будущего без России и что промышленность Молдовы погибнет, если страна вступит в Евросоюз. Отмечу, что ранее власти Молдовы обвинили живущего в России беглого олигарха Илона Шора в том, что он потратил миллионы долларов на подкуп избирателей. Партия социалистов сегодня заявила, что не признает результаты голосования на зарубежных участках и считает Санду нелегитимным президентом. Ну а среди поздравивших Майю Санду с победой на выборах руководители Германии, Франции, Польши, Румынии и других стран Европы, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидеры Украины и Грузии. Ближайшие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений с США, если на предстоящих уже завтра в выборах президента победит Дональд Трамп. Об этом сообщает газета Вашингтон-Пост со ссылкой на 15 источников среди политиков, дипломатов и аналитиков из пяти европейских стран. По словам собеседников издания, политики в том числе обсуждают меры по защите существующих договоренностей в сфере безопасности, в том числе по войне России против Украины. Уже сейчас европейские чиновники пытаются продвинуть помощь Киеву, чтобы успеть до выборов США. Кроме того, как пишет Вашингтон-Пост, новое руководство НАТО взяло на себя часть задач Пентагона по координации военной помощи Украине, а военные расходы Евросоюза выросли до самого высокого уровня со времен Холодной войны. Добавлю, что бывший президент США в ходе нынешней президентской кампании неоднократно заявлял, что способен за сутки прекратить войну России с Украиной, не уточняя при этом, как именно он планирует это сделать. Кроме того, Дональд Трамп обещал прекратить выплаты Киеву и призывал страны-члены НАТО уравнять расходы на помощь Украине с американскими. Выборы президента в Соединенных Штатах Америки пройдут уже завтра. Два главных соперника – кандидата демократической партии вице-президент Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп. Исследование New York Times и Сиенского колледжа, опубликованное 3 ноября, показало, что они практически вровень в семи штатах, важных для исхода голосования. Рейтинги кандидатов социологи называют исторически близкими, и мало кто решается предсказать исход этих выборов. И теперь о ситуации в Испании. Сотрудники экстренных служб, волонтеры из разных регионов, местные жители продолжают очищать улицы, городов в испанском регионе Валенсия после наводнения из-за сильных ливней на прошлой неделе. Его называют самым разрушительным в стране за несколько десятилетий. Накануне короля и королеву Испании забросали покрывшие улицы грязью, когда они приехали в один из наиболее пострадавших населенных пунктов пригород Валенсии Пайпорту. В адрес королевской четы, когда они шли по Пайпорту, звучали слова «позор» и «убийцы». Позднее на месте были замечены сотрудники гражданской гвардии, полицейские на лошадях, которые пытались разогнать разгневанную толпу. В поездке к королю Филиппу VI и королеве Летисии присоединились премьер-министр Испании Педро Санчес и глава правительства Валенсии Карлос Масон. По сообщениям в местных СМИ, машину премьера Санчеса, когда он уезжал, забросали камнями. Впоследствии, комментируя произошедшее, Филипп VI сказал, что понимает гнев протестующих. Жители Пайпорта, обращаясь к королевской чете и властям, не скрывали своих эмоций. Пожалуйста, мертвые еще лежат в гаражах. Семьи ищут своих родственников и друзей. Пожалуйста, приезжайте. Мы просим только о помощи. Я благодарю всех испанцев за то, что проявили солидарность с нами. Я прошу лишь направить нам людей. Я сам пытаюсь помогать, но недавно перенес операцию. Я пытаюсь помочь, но необходимо большее. Мы не профессионалы. Люди помогают другим людям, но те, кто на руководящих постах, могут сделать больше. Мы сами не можем сделать больше после многих хаотичных дней. Я прошу от всего сердца, чтобы вы поняли и поговорили с кем-то, чтобы нам помогли. Сейчас приводится цифра в 217 погибших в результате наводнения. Большая часть жертв в автономном сообществе Валенсия. Сотрудники службы экстренной помощи продолжают прочесывать подземные автостоянки и туннели в надежде найти выживших, а также в поисках тел. Сегодня команды спасателей обыскивали в частности территорию затопленной подземной парковки торгового центра в городе Альдае, недалеко от Валенсии. Неизвестной остается судьба многих жителей, но, как отмечается, установить точную цифру пропавших без вести сложно, в том числе потому, что были серьезно повреждены телефонные и транспортные сети. Правительство Испании объявило, что направляют в пострадавшие районы на востоке страны до 7,5 тысяч военных. Среди прочего, они помогают с поисками и откачкой воды на затопленных объектах. Жители критикуют власти за медленную реакцию на катастрофу, недостаточную поддержку и, как утверждается, отсутствие своевременных предупреждений об угрозе. В связи с наводнением в Испании ученые отмечают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми в странах Европы и других регионах из-за изменения климата. Метеорологи полагают, что потепление Средиземного моря и все большее испарение воды играет ключевую роль в усилении осадков. Еще одна тема в завершении выпуска. В Иране задержали студентку, которая разделась в знак протеста против преследования за неправильное ношение хиджаба. Девушка вышла в нижнем белье на территорию Исламского университета Азад. Иранские СМИ писали, что она разделась после того, как силовики сделали ей замечание за неправильно надетый головной убор и применили силу, порвав на ней одежду. В итоге студентка была задержана, возможно, также с применением силы. На шинах автомобиля видели кровь. Студенческий телеграм-канал сообщает, что девушку отправили в психиатрическую больницу, а университет заявил, что она страдала психическим расстройством. Правозащитная организация Amnesty International призывает немедленно освободить студентку и обеспечить ее защиту от жестокого обращения. Это далеко не первый подобный случай в Иране. Два года назад в Тегеране умерла 22-летняя Махсу Амини, задержанная полицией за неправильное ношение хиджаба. Близкие погибшие настаивают, что девушку до смерти избили сотрудники полиции. Смерть Амини привела к масштабным протестам за права женщин, которые переросли в антиправительственные бунты. Они были подавлены только после массовых репрессий, жертвами которых стали в Иране более 500 человек. Что ж, на этом у меня сегодня все. Я Мелани Бачина. Мы продолжаем следить за развитием событий, чтобы держать вас в курсе того, что происходит. А вы обязательно берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова